ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть такая, ну, вроде бы, поговорка, что у дизайна нет границ. И это действительно так, потому что дизайнер может работать в любом месте. Он только должен быть очень хорошо подготовлен с творчеством и такой мыслью, что он способен сделать мир лучше. И если ты чувствуешь, что рядом с тобой твои одномышленники, и такие есть не только в Латвии, но и рядом и в Литве, или в России, или в Эстонии, или во Франции, это, конечно, только помогает. В рамках проекта прошел семинар, на котором лучшие профессионалы посвящали молодежь секрета дизайна. А на выставке студенты представили свои работы и живописные полотна, и дизайнерские проекты. По мнению экспертов, интересные идеи смогут найти практическое воплощение и помогут развитию территории. Креативная индустрия, в принципе, за ними будущее. И то, что не хватает нам в данный момент, не хватает того, чтобы это представить в конкретном продукте. Потому что я считаю, что у нас в регионе потенциал очень хороший, и педагогический состав очень хороший. Но вот это звено, которое надо посмотреть и поработать, это, в принципе, чтобы потом уже там молодежь, которая получает какие-то определенные навыки, могли выходить на какие-то немножко другие рынки и предлагать свой продукт, коммерциализовать, и как-то выходить, чтобы это была добавленная стоимость, и чтобы была польза для региона как такового. Выставка продлится до 23 декабря. Вход бесплатный. А проект закончится только в апреле 2012 года. В его рамках предусмотрено развитие туризма и поддержка народных промыслов. На эти цели из Фонда регионального развития выделяется почти миллион евро.